Доброе утро, мои дорогие! Ну что, в Мурманске потеплело, но ветер холоднючий. Это вот здесь, во дворе, вот с четырёх сторон дома, как-то не видно, что ветер. На самом деле ветрище холодный. Я вчера вечером вышла вот это на улицу, меня чуть не снесло с крыльца. Ну что, праздник прошёл. Сегодня, все кто куда, Таня занимается посадкой, потому что у нас пол холодильника забито посадочным материалом, а они прорастают. Прорастают они, вот видите уже и листья, а этого же нельзя, а до весны-то далеко. Вот она сажает в горшки. И поедут они в гараж. В гараже плюсовая температура, ну не жарище там, но такая подходящая температура. Так что у нас кругом горшки. Везде в ванне, в туалете, в общем, везде у нас тут кончилась земля. Поехала за землёй. Ну что, я хоть болею, но выползла в фикс прайс. Кружка корона появилась, которую я хотела. Вот такая чашка. Девчонки, смотрите, какие огромные. Огромные какие. С крышками. Они по 200 рублей. Так, а вот такие кружки по 99 рублей. Вот такие. Смотрите, какая миленькая горошек и цветочек внутри. И вот такая вот ещё. Очень симпатичная. Какая шкатулочка. Так, ну это. Вот ещё какие кружки по 70 рублей. Три дня не было. Уже нового попривозили. Какие наборчики подарочные. Ручка, блокнотик. Так. Ну я вам сейчас покажу то, что новенькое появилось. Не могу. Три дня дома просидела. Уже никаких сил нет. Ну я и чувствую себя гораздо лучше. Ну потом у меня же не корона, а бронхит просто. Поэтому Уже не могу сидеть. Так. Мне нужен большой мячик, но долуной. Видимо, сейчас не сезон. Не вижу я нигде. А, смотрите, какой кувшинчик стекляненький. С крышечкой. Ну, почти 200, да. И вот такая бутылка. С крышечкой. Чем не вазочка. Можно такую вазочку красивую из неё сделать. Конфетница с крышкой лебедь. Ну, 150 рублей. И кто вот любит такое стекло под хрусталь. Минажницы из четырёх частей. Вон их тут всяких. Смотрите, как по цвету отличается, да? Да. Да. Сегодня гораздо теплей. Прям гораздо и был ветер. А сейчас и ветра нет. А я приличная бабушка иду за внуком в детский сад. Заберу пораньше. Пока ходила в фикс-прайсы. Магазины заходила. Тут столько всяких кормушек висит. Там прошла. Всё дерево увешано было. Вот. В этот детский сад ходили и Макар и Егор. И Гриша успел походить. Теперь Саша ходит. Всё в один детский сад. Тихо тут так. Вон ещё скворечник висит. всякий-всякий. Всякий-всякий. кормушки. Ну ладно, пойду. Забрала сокровище. Да? Да. Скажи здравствуйте, девочки. Здравствуйте, девочки. Вот. всё, мы пошли домой. Ой, что-то ветерочек задул. О, как машиной заваливает. Хозяин моря, наверное. Вон, что делается. Сугробик? Ага. Это ещё сбоку хоть тут почищено. А то сколько бывает так, что просто сугроб. А потом весной подснежник. А ещё мальчишки такие, когда снега нет, лазают по этим машинам, горки устраивают. Потом придёт весной и смотрим. Твою мать! А у него вся крыша мятая. Вон ещё сугроб. Вон ещё. Куда-то едем, Саш. Папа куда везёт. Вот, встретился нам отец по дороге около дома. Смотри, провода! Ага. Вот такие провода большие. Показывала вам дом в зелени. Сейчас покажу в снегу. Там завалено, не будет? Опоры! Ну так, опоры, да, опоры. Опоры. Аккуратно опоры! Огромные опоры! Там опоры закрыли! Смотри, Саш, смотрю! Может быть, ещё сейчас заедем на Щербакова, кстати, нам по пути. Смотри, пахнет! Папа, мне, смотри! Смотрю, смотрю! А где луна? А луна, там, блакань, её плохо видно. Саша, весь на эмоции. А куда едем? Куда едем? На кафе! На кафе! Можем тебя и на кафе свозить. Поехали сразу на кафе! Сразу в кафе? Ну, поехали! Да, да, на кафе! Он кушает, кушает, да, в треске картошечку любит, пюрешечку любит. Пюрешечку! Пюрешечку будешь, да, с котлеткой? Да. А если пюрешечки не будет, будешь гречневую кашу? Да. Поехали, да, да. Поехали в треску. Перекусим, да, покусим. Поехали в гречку. Гречка, гречка. Где вентилятор? Где бугели? Где вентилятор? На буге. А где бугели? Мне уже сегодня в комментариях написали, Любовь Николаевна, давай в Крым. Надоели снежные пейзажи. Вентилятор у нас, смотри! Куда вентилятор? Вон он, вентилятор, да? Огромный! Огромный! А тут он на... А тут он на телефоне. Это пищит у меня, вон тут антирадар. Задувает как. Где бугели? Да еще не доехали до бугелей-то. Не доехали, а почему? Ну, потому что... Потому что скоро будут бугели. Доедем, будут бугели. Это бугели, который подъемник на горнолыжном спуске. Знает бугели. Я говорю, что все знает. Мы впечатлены бугели. Ага. А где едут? Катур, где нож, да? Ой! Кто там? А тут даже слабо получилось. А тут и получилось. Папа, тут он на телефоне. А это предупреждает об ограничении скорости. Чтобы не разгонялись сильно, Саша. А где? Все, он во все стороны стреляет. Видишь, все. Где буги? Ну, сейчас не доехали. Не забывать, а то... Вон они, впереди бугели. Вон они. Вон они. Прямо ты видишь их, Саша? Слабо видно. Буги, видишь? Не объяснить, где чем. Едут. Едут бугели. Едут бугели. Буги, видишь? Вот на дороге ездят. Видите бугели? Вот они. Едут прямо на дороге. Буги, смотри. Это бугели синие. Классные, да, бугели? Ой, не могу. А синие это не бугели. Это столбы для бугелей. Это столбы, которые держат эти провода, по которым бугели едут. Тросы. Или тросы. А тут огромные. Огромные столбы, да. Какие столбы будут. У меня, девчонки, всегда была мечта за грибами куда-нибудь на вертолете улететь. Ну, куда люди не доезжают за грибами. Потому что я видела, что творится, где нет людей, сколько там грибов. Просто вот можно косить косой. Ну, вот так как-то не получилось. Мам, папа, да тут нет дивизора. Но грибов и тут вокруг, навалом, конечно. Нет, тут камеры включены. Он включается, чтобы предупредить нас о том, что скорость нельзя превышать. Заодно напоминает нам, что нельзя превышать. Заодно и о камерах сообщает, что камеры... А почему? А почему? Потому что на дороге камер много. И камеры снимают нас и регистрируют нашу скорость. И если мы едем слишком быстро, то они присылают нам штрафы. Штрафы? А почему? Потому что мы виноваты. Мы нарушили правила дорожного движения. А почему? И если сильно нарушили правила, то мы должны заплатить штраф. Штрафы? А почему? Потому что это нарушение закона, Санок. Поэтому и надо штраф оплатить. Вот она, училась! И вот такая дребедень, целый день. А почему? Вот она. А почему? Все, мы видим, штрафа теперь нет у нас. А почему? И бывает, сам отвечает. Потому что. А нет знака? Знака нету. И нет ограничений. Саня веселуха, конечно. А почему? А почему? А да потому что. А да потому что. Ай, не могу. Здесь Нахимовское училище. Да. Нахимовское училище новое. Несколько лет он буквально. Куда едем? В кафе ты же просил кафе. Я тоже хочу поужинать. Поел бы что-нибудь, чайку выпил. И тебя покормим любимой картошечкой, если будет. Или кашкой. Я тоже чаек. Ты тоже чаек попьешь? Хорошо. Господи. Пойдем чаек попьем, пожалуйста. 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 Попьем. Все серьезно у нас у Людмилы Викторовны внук учится. Да, огромное. Построили, наверное, за месяцев, за девять. Я помню, что быстро. Поехали на кафе. На кафе мы едем. Только не на кафе, а в кафе. Я не кафе, а почему папка? Ну, так правильно говорить. А потому вот этот знак красный нельзя. 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 А зеленый? А зеленый можно? Можно. А зеленый можно, да. А красный нельзя. Ехать нельзя. Идти нельзя, если красный горит тебе. Да, все правильно. Вот оно кафе. Кафешечка, да. И тут фикс прайс. А вот оно кафе. Вот оно кафе. Вот оно кафешечка. Вот оно кафе. Да, кафешечка наша, да. Вот оно, да, кафе. Бистро, треска. Столовочка наша. Папа, хочет картошечку. А хочет на картошечку? Котлеточку? Ты, мой лапонька, конечно, хочу. Картошечку. И картошечку. Нагулялся парень. И картошечку хочу. шагают ой господи стул свой нашу вот тут все свое здесь очень хорошо готовят обыкновенная вот такая вроде бы готовят очень вкусно тут офис недалеко как начали ходить сюда вот с работы и все и теперь сашка так прям вырос можно сказать молодежь то господи совсем к этому к другому относится все работают поэтому бывает они готовят придут тут поедят да и все ой музыку то нельзя а у нас видите танцы под рюмку водки на столе вот он у нас видите зелы одна но пламенная страсть он везде видит выходы он знает эвакуационный выход папа даже дома приклеил на выходе вот такую штуку где вот как вы думаете потащил отца на второй этаж я не пошла с ними по лестнице по этой группой ну-ка я покурю пока вы там все выходы посчитаете вот прям вот 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 что такое не знаю вот эти вот разглядывает планы эвакуации нравится ему очень ну вот пока поели уже темнеет дома то еды навалом вчера же готовили вчера же гуляли день рождения ну вот любит саша в треску да и кости любит зато проблем меньше тани у нас на массаже сейчас она приедет с массажа и мы как раз приедем да так что пишут мне давайте в крым любовь николаевна девчонки а я не хочу мне здесь лучше надо надо понимаю что надо вот жизнь туда где где авария не было аварии елочки вот стоят вроде недавно новый год был уже конец февраля просто вообще время летит как ой парень вот туда быстро стемнело как приехали в офис ремонт делают надо проверить как ремонт вот сюда я ездила к подруге татьяне валерий не помните не один раз теперь они съехали теперь они съехали ремонт давай посмотрим закрыто открыто 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 а чего тут творится где выход где выход самый главный выход чтобы было написано папа вон видите что творится иди сюда аккуратненько погром 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 а ну уже переклеили или перекрасили перекрасили да вот тут татьяна валерьевна сидела а где дядя ты ж кирпички внизу сделали под окном угу там там везде так по приличной столы вот такие а где дядя ну тут уже давно ремонта то не было а где он кустом на руках на самом деле без переклейки то есть обоих все хорошее да сразу чего убрали диван кожаный отсюда да правда кто тут сидел то на нем господи сейчас отремонтируют и будет офис еще один вот какие то изменения интересной жизни тут по бизнесу у тебя все вновь после кризиса коронакризиса я абсолютно точно уверен для нас для всех и я тебя приглашаю на запись передачи пускай это тоже будет новое желаю тебе дорогой мой всего самого хорошего прямо вот крепости здоровья чтобы все твои вот эти все испытания которые ты сейчас проходишь прошли удачно были уроком вот счастья тебе в семье желаю дорогой мой и успехов в делах бизнес рос выручки росли коллектив был стабильный будьте все здоровы жене привет детям привет вот и здесь мы жили здесь когда-то жили в этом доме у нас коллега аксиньи такотская подружка у него в этой квартире у него ела направо едем направо чисто случайно узнал направо и ела направо и ела ой Санька чего бы без тебя делали а и направо скажет и налево направо и ела и ела и ела и ела и ела да он сколько лет какой-то был не пойми что жили нарядник его дом культуры смотри что такое огромное тут что-то строят какие-то супер эти тоже какие-то раньше было воинской части сейчас тут какие-то склады были медицинские папа тут это голубой не знаю кран какой-то большой вон смотри какая антенна смотри видишь светится вон она видишь с огоньками вон видишь целая башня с огоньками с ярким видишь вот этот достроили да что-то не бывает в этом районе ну когда приезжают тут вроде парк проектируют в этом месте все равно праздник севера то проходит тут конечно а нет антенны нет антенны нет антенны ты видишь антенну вон она вон бакушка посмотри вот такое сегодня видео получилось с поездками с Сашинами эмоциями где антенна вон она стоит огромная ты не видишь не видишь антенну не видишь ну сейчас хочешь выйти посмотреть да много-много огоньков сейчас 3 секунды помоги да со стороны она такая а тут вон расстояние видно между лампочками смотри 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 как они наверх летят а где антенна вот она антенна это большая антенна огромная очень сука очень-очень высока выдели не это не будет энкократура антенна это просто антенну Ой, какие огоньки красивые! Не видел! Не видел? Почему не видел? Потому что... Смотри, какие! Все, поехали! Холодно! Все, поехали! Холодно! Субтитры создавал DimaTorzok